В бой за коллективизацию, Ленинский путь, за коммунизм, Ленинец и, наконец, Видновские вести. За свою 90-летнюю историю главная газета «Края» сменила множество названий. В архиве бережно хранятся все выпуски за последние 56 лет. У нас хранятся сами Видновские вести, все подшивки газеты. Поэтому любой эксперт может подъехать, проанализировать, почитать газеты. Это история нашего района, это один из важных документов, в котором все это хранится. Евгения Петровна Сорокина трудится в районной газете уже более 40 лет. Из-под ее пера вышли тысячи статей о жизни и людях муниципалитета. Вот она в 80-х на поле с директором совхоза имени Ленина Петром Рябцевым. Вот оценивает урожай в теплицах совхоза «Московский». А здесь запечатлен сам рабочий процесс – планерка. Это Игуничев наш Айсан Иванович. Он – это редактор. Нынешний главный редактор Светлана Благова впервые пришла сюда еще выпускницей школы 25 лет назад. Да так и осталось. Говорит, главное достояние видновских вестей – душевный и профессиональный коллектив. Мы должны писать о своих людях. То есть мы должны решать проблемы этих людей. То есть мы должны рассказывать о наших соседях, о каких-то талантливых людях, которые близко к нам. То есть этого не заменит вообще никто. Вот мы стараемся приносить пользу и быть интересными. Среди сотрудников видновских вестей много молодых специалистов, которые продолжают славные традиции своих предшественников. Для меня газеты сейчас – это не только любимая работа, но еще и друзья. Интересное времяпрепровождение. Потому что все-таки мероприятия бывают настолько интересными, что ты даже забываешь, что это работа. Я хочу сказать большое спасибо нашим старшим журналистам, благодаря которым мы получили тот опыт, который имеем, и ту газету, которая, на мой взгляд, высоких стандарт. Но я не могу так же не сказать о девочках молодых, потому что они такие у нас, знаете, целеустремленные. Они такие вот какие-то отважные, они такие рвутся всегда в бой. 25 февраля коллектив отмечает 90-летие любимой газеты. Этот юбилей они решили отпраздновать по-особому. В сегодняшний день мы решили отметить особые акции. Всю зарплату за сегодняшний день коллектив единогласно решил передать на благотворительные цели, на помощь мальчику, нашему земляку, который пострадал в аварии. Поздравить с юбилеем в Винновские вести приехал и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он поблагодарил сотрудников газеты за труд, вручил благодарственное письмо и памятные подарки. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям.